Прекрасная далёка Прекрасная далёка Вот Я забежал вперёд ío о том что мое мнение это открытие потому что я говорил что наука не признаёт биополию в принципе как там было слово псевдо псевдо как оно переводится может глупость может всё как то смотрите вот это вот я нарисовал это потом, когда будем искать с вами компромисс здесь про биополе ничего вообще не говорится а говорится о том, что ваши наблюдения они ценнейшие мне показалось, если мы сейчас о чем разбирать потеряю последних зрителей, как соучастников вот я просто опережаю события, а потом создам отдельный фильм дело в том, что он не имеет отношения к вашему письму я тоже пропускаю но я хочу застолбить за собой открытие мирового уровня то есть, когда вот это все наполняется наполняется и получаются листья, смотрите внимательно видите вот это получается при это подвой от привода берется веточка видите, смотрите сюда вот вот это вот подвой вот это еще подвой вот это веточка а теперь смотрите, что получается видите вот это вот невидимое миру поле я один вижу вот пока один а когда-нибудь ученые сделают прибор увидят тоже но не каждому дано вот здесь получается прививка и внимание ай ты, елки-палки ладно все-таки надо отдельный фильм делать ой в общем я все-таки доскажу но то чуть ниже и так получается смотрите вот это вот когда подвой с прибоем совпадает по основным характеристикам видите вот это вот когда не совпадает согласны вот а это происходит чаще всего особенно когда стала мода выращивать именно карлики вы понимаете о чем речь идет вот вот это вот еще окончается видите чем как правило вот тут уже назвал я это эффект туфельки китайской принцессы почему я так назвал якобы в школе проходили китайские принцессы чтобы они у них ножка не росла видимо это ножка чтобы они оказались детьми будучи взрослыми девушками их туфельки заставляли детей ходить в туфельках а нога не могла расти тело росло а нога оставалась вот такой маленькой туфельки я это использовал для чего вот здесь вот видите вот это вот смотрите внимательно нормально развитие дерева согласны а теперь мы опять возвращаемся сюда мне надо будет долго долго искать аргументы вот сюда кривили вот и эффект туфелька заключается в том и вот это вот вот это то что вы видите знаете в чем смотрите вот здесь вот я попросил замечательного помощника Павла Троценко рисовать вот такой вот здесь можно два меньше в большем и больше в меньшем вот я где-то видите вот это гигантское дерево вы поверите что ему сейчас 35 а я его фотографировал когда ему было 20 лет 20 лет то есть 15 лет назад она уже такое было смотрите вот и когда я на него приваю тех же европейцев ну например я уже не раз привожу пример что самое любимое дерево это самое корневский абрикос да вот и вот представим себе что вот это вот дерево вот это вот вот оно видите вот оно в него уже является веточка более мелкого дерева и теперь у него получается практически здоровый саженец потому что он вместился меньше больше так не знаю смог ли объяснить но повторяю открытие не в этом открытие заключается в том что командует биополе оно первично а уже само дерево листики хроны листики ветки это вторично она встраивается биополе биополе командует я потом целый фильм сниму который когда-то станет это самое вот пошлет это самое а ой пошли-то куда меня ой я чуть не сказал на близкой комитет пошлет-то меня другое место совсем из трех букв так вот но это будет потом пока сам принцип это меньше в большем нормально развивается посмотрите какие абрикосы посмотрите какая красота да вот все что делается наоборот делается вот так это стало современной модой мне я правда не видел но мне даже сказали что министерство сельского хозяйства приняло а они видимо как они хотят им же надо для чего-то делать а что для денег не получать ну ученые занимаются да клонирование да берут эту палку втыкают обрастают искусственными корнями получается что карлик он этот карлик поевает дерево еще не просто а даже вот то что привойная часть тоже выбирать из карлика получается небольшой компактное дерево все увешанное яблоками все можно это получать эту самую очередную степень доктора наук да вот а на самом-то деле все гораздо хуже дело в том что неприемлемо что вот тот самый эффект китайской туфельки это понятно оно принимает любая масштаба меньше а меньше на больше вот и получается следующее сейчас вот когда вот в этом маленьком вот вот видите маленьком дерево пытается киснуть вот это вот мне не хватило рисунка где наоборот вот вот это вот показано невидимое а вот это видимое вот видите еще одного ну мы работаем Строценко над этим вот тоже парень занятой заботяга вот и получается так что самое главное я озвучил свою мысль все идет за биополем все это гигантские муравейники 100 миллионов муравьев которые сказки вы понимаете людям надо вот бери эту башку и каждую неделю показывают фильмы про муравьев гигантский и все вот феромонный свет оставил а следующий муравейник знает куда бежать а первый это откуда знает который ему свет феромонный оставил а я говорю гигантский муравейник из миллиона муравьев это причем разумная деятельность которая не снилась этой самой феи которая уксусом поливала муравейник да вот она даже этого не поняла а я то потом сообразил внешнее управление внешне летят гуравейник показывает кинулит гуси на третьем плане догоняет стаи гусей протягивает а они летят он протягивает руку и хватает за хвост а гусь не реагирует он летит на юг у него где-то невидимо это это как часть планеты вот мы говорим я говорю планеты живые да он его за хвост так шутя а он если нормальный гусь на земле ты подойди к нему я сколько охотил сейчас ни одного сядь не подпустил а он полностью зомбир он летит у него есть цель он не видит ничего в нем мозги отключены инстинкт самосохранения отключен вот человек его за хвост это с датаплана придерживает его а он не замечает этого вся планета в сплошной биополе все подчинено ей это особое состояние каждое дерево подчинено биополе начиная с зародыша вот а мы этого не знаем а мы то с вами практики нам нужно выращивать деревья нам нужно раз нам всегда отказаться от этой дури понимаете к чему я клоню а для этого у меня раньше времени раскрываю карты чтобы уже сегодня какой у нас 20 а тут нету этих самых сегодня 20 седьмое 27 июля 2020 года кто-то после меня пусть говорит об этом но раньше пока это получилось что никого вот поэтому впереди большие открытия впереди эти самые изобретения приборов которые все это станет зримым новое направление в садоводстве чтобы все-таки завалить нас своими фруктами вот биополе 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 маленький такой еще раз покажу вот еще один момент чтобы не было чтобы больше похоже было на пользу вот вот это вот вот это вот уже никогда не совпадет вот с этим отсюда проблемы ну и чтобы как-то перейти на учебный лад я сейчас скажу следующее смотрите сюда я сейчас скажу следующее вот оно закон соподчинения почек нам нужен идеальный вариант для этого помните один из моих законов постулата если прививаем то после третьей почки по двое должна быть четвертая почка ответки привое но это идеально только этот закон соподчинения почек позволяет не допускать вот этого дури той самой ладно не буду возвращаться я высказал свою мысль и красная далека не пустя мне жестоко не пустя мне жестоко жестоко лево мальчика